Всем привет, дорогие друзья, с вами Блуд Линес, и сегодня мы дальше продолжаем игру Пенумбру Некролог. Как вы помните, мы спустились в подвал и пытаемся как бы выбраться, да, надсюда, наверное, или что-то подобное. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. А ты никогда не задумывался, почему все не хотят тебя прикончить? Не хотят, а? Вряд ли ты мог насолить хоть одного из них. Блин, они хотят меня прикончить. Подумай, еще недавно мы были друзьями. Воу-воу-воу, он что, с фонариком? Там? Ёб твою мать, это сосиска уже бегает с фонариком, как он догадался? Так, смотрите, я нашел кое-что. Тяни, 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 тяни. Давай, давай, давай. Блин, дебилизм, дебилизм вот эта система, крутишь, как поехавший орангутан. Запертый, слава богу, ты что, поехавший крокодил, что ли? Как это может быть, слава богу? Он бежит сюда, он бежит сюда. Я не знаю, чем его стоит будет бояться, но от него надо убегать, потому что по-другому он тебе оторвет твою сосиску. Так, я видел там вентиль один, только я не пойму, куда он побежал. Сейчас мы попытаемся отвинтить этот вентиль. Где он, я не знаю, где он. Блин, где этот вентиль-то? Да, ёптвоё. Сейчас придётся вот это вот оббегание. Конечно, оно мне не очень нравится. Та, глянь. А-а-а. Да, 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 да. Ладно, чувак, погоди. Иди ты в задницу. Тихо, я спрятался, я в домике. Я в домике. Я в домике, мать вашу. Тихо, тихо, не будем привлекать его звуками. Крути, крути, вентиль. Давай, 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 давай. По круговой надо мышку водить. Это тоже прикольно сделано, но я пошёл. Мне с вами было очень приятно разговаривать. Лестница. Так куда она ведёт-то? А, ясно. И получается, таким способом мы не выберёмся, да? Или я смогу её поднять? Так, так, так. Подожди, подожди, подожди. Блин, он здесь. А-а-а. Не дотянуться, как бы я не старался. Нет. Зараза. Фонаричная. Гляньте, у него член это висит или чё? Мне было бы только страшно одно. Если бы он этим членом дотронулся до моей руки. Вот это, да, было бы ужасно. Так, ладно, давайте будем стараться найти выход. Я, честно говоря, не понимаю, как нам отсюда выбраться. Система этих туннелей грёбанных. Так, отсюда я пришёл. О, он меня заметил. Ага, привет. Ну, что хорошо, так это его очень легко обходить. Так, вентиль. Блин. Ай. Не стукай, братишка. Я ж покушать принёс. Блин, он, зараза, он взял след. Ай, блядь. Сука. Он меня сейчас убьёт. Так, ладно. Тихо-тихо, надо спрятаться. Спрятаться. Так, у меня есть ещё один шанс, пока он там разбирается. Я уже тут умер один раз. И вот я так понял, что нам надо сюда именно идти, потому что тут вентили. Эти вентили, ёп твою мать, крутить. Но эта падла опять бежит ко мне вроде как. Да, вот она со своим грёбанным фонариком. Но я, мне ничего не остаётся, как сидеть вот тут и ждать, чтобы он ушёл. Не знаю, если он сейчас прямо сюда зайдёт, это будет как-то тупо. Потому что получается от него никак не сбежать. Хотя нет, смотрите. Он вроде как пошёл в другую сторону, да? Тихо-тихо-тихо. Не будем выходить, не будем ему удаваться. Ну блин, опять же, вот придумали бы хоть какого-то чувака как бы пострашнее какого-нибудь монстра там. Ну это какой-то херк с членом. Я не знаю. Здоровенно бегает. И пытается нас убить. Мы сами вроде как заражённые были вирусом этим, да? Мы тоже должны... Это что, у этого вируса член сразу, да? Как бы отрастает большой, да? Это такие особые признаки вируса. Ну, у Эболы совсем другие. Ёб твоё, ну когда ж ты уйдёшь от этого, да? Короче, чуваки, я от него еле сбежал. Еле-еле я приподнял эту грёбанную решётку и просто моментально в этот сочился под низ и просто пробежал и убежал. Думаю, блин, как же долго крутится. Это реально, блин, вот тяжело прятаться от него. Я-то думал, будет как вторая часть. Но тут получается такая хрень как бы, что... Секровая непонятная слизи. Тут получается то, что тут больше мы будем, наверное, от него бегать, чем какие-то загадки решать или что-то типа такого. Ну, хотя, если вы видите, что есть загадки, то вряд ли кто-то на вас нападать будет. Хотя, я думаю, потом и такое будет. Так, мы в какой-то непонятной больнице, что ли? Везде кровушка. Довольно интересно, что же тут у нас происходит. Щиток. Так, ну тут я не разбираюсь. Думаю, стоит закрыть его нахрен. Тут, походу, кабинет чей-то был. Куча заметок для меня, они не представляют ценности. И вот какой-то щиток. Ну, открывайся. Что ж вы... Блин, они лучше бы закрытые были, чем вот так вот наполовину открывались. А тут у нас замок. И мы записали себе в заметки, что нам надо его отломать. Каким-то, наверное, ломом. Кстати, вот кассету еще одну нашли. Довольно интересно кассеты находить. Что это? Хм, мы что-то можем взять. А, ну да, мы книжку можем взять. Блин, классно сделано. Но иногда просто лишается смысла некоторые действия, вещи. Ой-ой-ой. Это такой же, как мы находили, да? Ну, такой же, как за нами бегает. Оказывается, это не член, а раз только, может, это член через живот вылез. Очередной зараженный на моем пути, на этот раз мертвый. И глаза у него как бусинки. Посмотри на меня. О, я ему глаз сам поставлю вот так вот. Да, ладно. Эмбрион. Фу. Я как-то помню, ходил в краеведческий музей, или как он там называется. Опа. И скажу вам... Опа, еще одно обезболивающее. Отлично. И скажу, что я видел этих эмбрионов, после чего я сам зеленый был, как этот эмбрион. Потому что они такие жуткие. Фу. А ну-ка. Может, в одной из этих банок будет... Разбивайся, падла. Она железная, походу. В одной из этих банок, может, ключ где-то будет. Надо все тут обыскивать. Откуда ты, падла? Обратно-то. Так, а это что? Тут можем все подряд перекидать, но ничего понтового толкового не будет. Так, давайте дальше пробираться, смотреть, что да как. Тут целая система. Почему я кишками не могу размахивать? Я взял, вооружился ими, как нунчаками. И такой... Так, еще куча колбочек с сохранением. Да, тут, друзья, нету такого прикола, чтобы вы сохранялись автоматом. О, реагент. Смотрите, мы будем химичить, походу, с чем-то. Но в химии я тупой, как валенок. Склянка с раствором органцов и кислоты. На бирке написано СО3. С СО3 что-то знакомое. Так, должна быть где-то инструкция, что с чем смешивать. Таблица растворимости, если бы я хоть что-то понимал. Даже герой не понимает. Твою же дивизию, гляньте, сколько их. Царская водка, бензол, лед 9. О, боже, ненавижу химию. Блин, химичить сейчас придется. Что тут надо делать? Так, а тут у нас школа. Очень школа похожая на ТАУ. Помните, мы проходили? Тихо. Школа похожая на ТАУ. Ты, мы там тоже химичили. Но там было не так тяжело. А это что? А, моя записная книжка. Не знаю, как явно перенесла все эти тяготы лучше меня. Это твоя запис... А. Дистиллированная вода. Ну да. И вот записи, как нам надо делать это все. Как известно, кислота разъедает металл с разной скоростью. Но это понятно. Данный фактор зависит напрямую от связи металла и концентрации используемой кислоты. До сего момента ученым удавалось разъедать металл с помощью кислот, не сталкиваясь с проблемами. Я так понял, нам этими реагентами придется вот тот замок снять. Но у нас же есть кислота. Что нам еще надо-то? Так, какие-то артефакты нашли. Лекция 2. Звучение гробницы. Вы, друзья, можете ставить на паузу и смотреть, что-то написано. Я быстро буду переключать. Вот, силу кислоты нам надо, походу, увеличить, как бы. Да. Ветки газ превращает. И получается очень хорошая херотинь. Но это мы разберемся сейчас. Самое главное еще реагенты эти все понаходить. Просто жесть. Престижить. Вот, смотрите, вот я представляю, как бы я без фонарика тут бы искал бы. И в принципе можно было бы найти, но... Красиво, но в то же время пугающе. Да. Хоть и графон, я бы не сказал, что такой сравнимый с Элианом или другими игрухами. Обезболивающее. Но довольно круто все это сделано. И тут ничего больше нету. Микроскопы. Всякая научная медстанция такая. Мета, может, биохимическая, лаборатическая. Тут все связано с друг другом. Где вот только вот эти штуки соединять все? Где это все делать? Где эту всю химию? Кто-то КС нарисовал? Это без понятия. Ну, во всех хоррорах практически есть больницы. Есть какая-то херотень. Так. Если так подумать. Мы были вот тут вот уже, да? Заперто. Но не все комнаты мы... А, не. Все комнаты, да, обыскали? Вот с туалета мы вроде как пришли. Ага. И тут мы были, по идее. Если мне память не изменяет. Да, я тут уже... Видите, я даже пооткрывал. Блин. Ладно. Тогда куда же нам идти, чтобы химичить? Должны быть колбы, пробирки. Но тут пробирки во всех комнатах. Так, ладно. Я не заходил сюда. Но тут заклинило. И я не проверял вот эту дверь. Блядь. Твою мать. Это падла. Сто процентов. Обалдеть. Мало того, что я не знаю, где химичить. Так еще он напал. Или он не напал. Тихо. По-моему, там... Ничего. Как хорошо, что эта кнопка не работает. Да, дверь закрыта. Он нас просто решил таким образом напугать. Блин. Ладно, друзья. Давайте я попытаюсь найти, где нам надо схимичить это все. И мы будем продолжать. Итак, друзья. Вот что нам самое главное надо было. Это спичечный коробок. Ту штуку, в которой все это делать, я уже нашел. Но... Вот спички нам надо было, чтобы подпалить. И вот она сама горелка. Так. Берем вот так вот. Делаем. В горелку не поступает газ. Слушайте, отвинтить, наверное, надо, да? Ух ты, прикольно. Сейчас нахер подорвемся тут. Так. И вот не знаю, честно говоря, каким образом все это делать. Но будем пытаться. Моча какая-то. Опа! Не знаю, что произошло. Да, друзья. Сколько бы я не пытался бы там вот эту штуку сделать, которую делал и пытался, да? На самом деле надо было подойти сюда сначала, посмотреть вот эту вот хрень. Я записал формулу в свой блокнот на всякий случай. Я пытался. Я сейчас признаюсь честно. Я в химии не бум-бум. И я сразу посмотрел, как же пройти эту головоломку. На самом деле, если бы я даже химию знал, я бы не все равно не прошел. Потому что на самом деле надо было подойти сюда сначала. Потом, когда я бегал перед этим, я нашел одну комнату с таблицей Менделеева. Я тут тоже не мог понять, к чему же это. Так, где это, кстати, комната? Что-то я запутался. И в этой комнате, там где таблица Менделеева, надо было... Как-то он там сам чисто записывает формулу или что-то типа такого. Кстати, где она, блин? Я потерялся уже. Потерялась я. И потом уже сверившись, можно сказать, с учебниками, вам надо, если я не ошибаюсь, вот это вот. Потом... Бам-бам-бам-бам. Вот это. И вода, если я не ошибаюсь. Вот, пожалуйста. И мы берем кислоту. Честно говоря, вот эта загадка была очень сложная. И я, ну, сейчас, наверное, минут 20, наверное, пробегал, просмотрел эту всю эту херотень. Но, по крайней мере, открыл. И я слышу, как кто-то уже лазит возле моей жопки. Но я признался, честно, что я практически, можно сказать, не сам. Ну, только что сам я по этим, по сведениям в записной книжке посмотрел. И вот теперь кислоту эту используем на замке. Она выедает замок. А то многие, может быть, там, кто-то будет рассказывать, типа, он сам химический, там, что-то придумал. Да, ну, конечно. Не, может, кто-то учился хорошо в школе. Ха-ха. Но не я. Так, ключ. Ключ, я думаю, что от какой-то из комнат. Ну, я угадал сразу же. Только вот что в этой комнате мы должны сделать, я без понятия. Ну, вот не люблю я с химическими вот такими вот штуками. В любой игре у меня вызывает сразу панику левого яйца. Так, тут ни хрена у нас. Опа, документики. Первый день исследования. Сегодня к нам поступил, на первый взгляд, ничем не примечательный экземпляр. Честно говоря, находился в полном замешательстве, когда двое сотрудников с командой Эдварда притащили ко мне тело, разлагающиеся собаки. Прям, знаете, история, как в Эйлионе, когда там тело принесли, да, и оттуда вылез чужой. Но все стало на свои места, когда мне предоставили доклад о недавних событиях в шахтах. До сих пор не могу поверить в то, что в таком химико-биологическом состоянии эта особь вообще могла функционировать как живое существо. Будто что-то поддерживало огонь в жизни в бездыханном трупе. При вскрытии я и мои коллеги не обнаружили ничего особенного. Разве, что у данного экземпляра отсутствовали какие-либо признаки половых органов. Ну, походу, органы отрезали или что. Также здесь стоит упомянуть необычное строение глаз, но в удивлении, хорошо сохранившиеся острые зубы глаза особи предоставляют особый интерес и присущие явления биолюминесенции. Совершенно не характерны для данного вида. До второго дня, пока мои коллеги заняты химическими тестами и прочей рутинной работой, я обращаюсь к другой стороне этого инцидента. Каким образом крупная особь собаки гренландской породы попала в давно заброшенные области шахт? Да, это тоже неизвестно. Особенно там, где снегает, а все, да. На данный момент все стандартные процедуры завершены для... Бам-бам-бам-бам. Карл Куедь, 1999 год. Друзья, если вам не интересны вот такие вот записи, и почему вы, может, спросите кто-то, да, что, типа, зачем ты их читаешь, оно нафиг не надо. Я во всех играх практически не читаю. У-а-а! Но в этой хочется прочитать, потому что интересен сам сюжет. Так, системная ошибка. Отлично. И смысл? Какой смысл того, что мы открыли эту комнату? Ключ испарился у нас. Интересен сюжет, что произошло в этой вообще хрени. На эту картину можно смотреть очень долго. Что на этой картине такого, что на нее можно смотреть очень долго? Там даже бабы нету голой. Так, мы включили свет. Можно было это, кстати, сразу сделать, но, как вы видите, я такой человек. Почему системная ошибка? Я без понятия. Ну, больше тут ничего. Видимо, мы как бы не найдем. И что же нам делать тогда дальше? Я даже без понятия. Стоит только выбираться отсюда. Может быть, я что-то пропустил? Разработчики могли спрятать что угодно. В любом месте абсолютно. Так, очередной зараженный. Вот тут у нас заклинило. И там дверь не открывается. По сюжету должно что-то произойти. Но ничего не происходит. И, наверное, думаю, друзья, на этой серии давайте закончим. Я просто не знаю, что делать. Следующий будем играть. И посмотрим, решим уже, что да как делать. Ну, если вам понравилась серия, ставьте лайк, пишите комментарии. С вами был Блок Длинас. Будем серии каждый день выпускать. И до встречи.